Потребительское правосудие сегодня. Такой девиз выбран не случайно. Право на судебную защиту – одно из прав, которое предоставлено потребителю согласно закона. Право заключается в том, что потребитель, в случае если продавец или исполнитель добровольно отказывает в удовлетворении его требований, он имеет право обратиться в суд. Для потребителя предусмотрены такие привилегии в данной ситуации, как право выбора суда, в котором может обратиться. То есть он может по своему выбору обратиться либо в суд по месту своего жительства, либо по месту нахождения ответчика, либо по месту заключения договора. И второе – это то, что потребители освобождены от уплаты госпошлины при подаче таких исков. Роспотребнадзор уполномочен подавать иски в защиту прав потребителей. За 2012 истекший период текущего года предъявлено 8 исков, 5 из которых удовлетворены. За прошлый год в Роспотребнадзор поступило 205 письменных из 107 устных заявлений от граждан. Большинство жалоб касалось качества технически сложных товаров – более 39%, сотовых телефонов – 19%. Граждане жалуются на качество изготовления мебели, оказание финансовых, медицинских услуг, реализацию некачественных продуктов питания. Согласно закону о защите прав потребителей с января 2013 года внесены изменения в перечень технически сложных товаров. Теперь, например, телевизоры и сотовые телефоны относятся к технически сложным товарам. Изменения в том, что технически сложный товар при наличии любого недостатка можно вернуть или обменять в течение двух недель с момента покупки. А поиск течения этого времени только при определенных условиях. То есть изначально потребитель уже поиск течения этого времени имеет право только на устранение недостатка. А уже вернуть товар или обменять его на другой товар можно только при определенных условиях. Это либо наличие существенного недостатка, либо если товар не отремонтировали в установленный срок, то есть нарушили сроки удовлетворения этого требования потребителя, либо товаром невозможно было пользоваться в течение года более 30 дней. То есть неоднократно, может быть, забирали на ремонт, и потребителям не пользовался более 30 дней в году. Прежде чем что-либо приобретать, какой-либо товар необходимо требовать у продавцов сертификаты качества. Второе. В момент покупки товара необходимо сразу на месте выяснить, что может предложить продавец или исполнитель, в том случае, если окажется, что товар не соответствует качеству или заданным техническим характеристикам. И если вас эти условия не устраивают, можно выбрать другого поставщика услуг. И уж если предъявлять требования, то делать это лучше в письменной, а не в устной форме, чтобы зафиксировать факт обращений. Татьяна Сафонова, Ильнур Аминов. Новости.